Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас на обзоре маховое удилище от компании Kaido. Модель называется Aventador Pro VIP. Это достаточно новая моделька, включает из себя 4 длины, удилище 4 длинных, это 5, 6, 7, 8 метров. Восьмерку я не взял на тесты, по той причине, что не представляет она какого-то интереса. Это тяжелая достаточно удочка с плохим балансом, а вот 5, 6, 7 вполне удобоваримы. По материалам бланка производитель не пишет, что именно, сколько тонн здесь уголечек, но я скажу, что по ощущениям это порядка 30-36 тонн. Удилище неплохо очень сделано по качеству и внешне, по дизайну, лично мне нравится. Здесь такая рукоять, похоже, обрезиненная с таким специальным напылением, который и приятно тактильно к руке, и прилегает, прилипает кисть к нему. То есть не скользит, и даже, я думаю, в дождь, в влажную погоду она будет так, ну, приятно очень плотно сидеть. Значит, дальше пробочка. Вот такая пластиковая пробка с разрезом посерединке для того, чтобы враспор вставлялась, да, закрывала. Ну, как бы мне нравятся неопреновые какие-то вещи. Здесь вот пластик такой достаточно жесткий. Комплектуется каждое удилище спортивным привитым хлыстом под коннектор 0,65 мм. Прививочка достаточно тоже приятно сделана. Колено здесь не усилены ничем, то есть это просто вот такие обрезы. Но не знаю, нужно ли это делать, потому что все-таки удилище достаточно мощное, поэтому, скорее всего, вот исходя из этого, производитель не стал этого делать, плюс это увеличило бы еще больший вес. Значит, по пробке, приятная пробка с резиновым уплотнителем, чтобы лишний раз коленца не стучала. Ну, и в целом, в общем-то, неплохо выглядит. Должен сказать по конкретным моделям Кайдо, да, мы недавно только стали представлять Кайдо, наш магазин. Сразу скажу, что это не та Кайдо, которая продается в Кайдо Фиш и в магазинах Кайдо в Москве. Это другая Кайдо. Также более подробно я потом сниму ролик, расскажу, в чем отличие и так далее, пока может каждый сам приехать, убедиться в качестве. Именно в качестве той Кайдо, которая будет продаваться здесь в магазине Мультифиш. Вместе с другими удилищами мы даем также пожизненную гарантию на все удилища Кайдо, на заводской брак. И точно так же они участвуют в программе лояльности, то есть две запчасти в год. Каждый купивший у нас может получить бесплатно в период действия такой акции. Более подробно читайте в программе лояльности, условий и так далее, получения запасных частей. Но эти удилища, все удилища Кайдо, они будут также входить в этот вот перечень удилищ, которые входят в программу лояльности. Поэтому вы будете подстрахованы запчастями. Я думаю, многие знают, что и запчастями не так все хорошо на Кайдо. И по качеству многие отрицательно, негативно настроены на удилище Кайдо. Но вот я вас уверяю, что та Кайдо, которая стоит в Мультифиш, качеством будете довольны. Поэтому приезжайте, просто посмотрите хотя бы и сравните. Если у кого-то есть такие же удилища, уже где-то вкупленные, допустим, в Кайдо КДФ, в Кайдо Фиш, в Москве магазина есть много. И посмотрите просто разницу, да, потому что, сами понимаете, Кайдо постравляется на разные рынки чуть-чуть разное. Давайте разложим. Сейчас посмотрим строй. Прежде чем разложим, я вам скажу немножко технические характеристики, потому что я вот за кадром это все измерил, потому что тому, что написано здесь, верить лучше не стоит. Ну, приведу пример, да, пятерка. Фактическая длина 480 сантиметров. Здесь у нас написано 495. Фактическая вес пятерки как раз наоборот. Она весит 130 грамм. А здесь написано 175 грамм. Почему так написано, я не знаю. То есть это слишком огромная разница. Значит, давайте и дальше вам расскажу. Транспортная длина у всех 142 сантиметра. Значит, пятерка по весу, я вот здесь написал, смотрю по этому суду, заранее измерил все. 130 грамм, шестерка 180 и 235 грамм семерка. По фактической длине, я сейчас еще вам расскажу, когда разложу, но сейчас еще раз, да, 480 сантиметров фактическая длина пятерки, 578 шестерки и 674 семерки. Я мерил вот здесь вот еще диаметр комля вместе хвата. У пятерки получилось 20, у шестерки 23 и у семерки 25,5. Ну вот, наверное, на этом все. Давайте сейчас разложим и смотрим строй. Итак, друзья, разложили. Значит, фактические длины, сразу вам скажу, это крайне важная вещь. Вот пятерочка у меня в руках. По факту она 480 сантиметров. Шестерка 578 и семерка 674. Ну вот, смотрите, в плане потряха, приятная абсолютно палка. Нагружаем. Ну, строй тоже, ничего плохого сказать не могу, но, видите, работа, это не быстрый строй по нагрузке, далеко не быстрый. За счет жесткости своей и там большого веса и толстых стенок колен, она, конечно, вот на потряхе, отпускаем, на потряхе, видите, ведет себя вроде бы быстро, но по факту, видите, мы нагружаем. Там небольшая нагрузка, она сразу начинает уже середина задействована и дальше. То есть я не могу сказать, что это быстрый строй. Нет, совсем не так. Так, шестерочка. Ну, здесь уже чуть-чуть помягче она палка в руках у меня, ну и потяжелее ощущается. Ну, сами понимаете, даже шестерка 180 грамм весит у нас. Если брать даже вот лидер ПРО, Сабанеев, мое выгрузилище, да, оно 150, даже поменьше. Плюс оно длиннее фактически. Здесь 578. Смотрите, видите, небольшая нагрузочка, видите, как уже, уже вот предкомливая, там уже включается колено. Но плюс, как я говорю, этих палок, конечно, это такая более-менее универсальность. Но по поводу строя, конечно, быстро его не назовешь. Ну, вот семерка. Приятная, не могу сказать, что, ну, тяжеловастенькая, конечно, немножко, но все-таки это 235 грамм. Это не 200 грамм, как у того же лидера. Извините уж, что я его приобретаю сюда. Значит, давайте нагрузим. Ну, вот видите, даже когда я подсечку делал, идет работа серединки. Смотрите, вот чуть-чуть нагружаю, вот одной рукой, видите. Вот такая палочка. Вот я в разных плоскостях вам его показываю, чтобы было хоть как-то. Да, при том я не сильно, видите, совсем не сильно ее тяну. И вот, смотрите, я еще раз показываю подсечку. Видите, вот я чуть-чуть делаю, вот, ну, пальцем буквально. И смотрите, какая история. Ну, как бы здесь плюс цена, конечно, плюс цена. Но если хотите хорошее удилище, это, конечно, можете посмотреть. Ну, я имею в виду легче, жестче, быстрее, по балансу лучше. Это, конечно, надо чуть-чуть доплатить. И лидер про, пожалуйста. Итак, уважаемые друзья, посмотрели, сделайте выводы сами. Если что, удилище в наличии, подъезжайте, смотрите магазин Multifish Мельникова Дом 5, сравнивайте, изучайте. Значит, по чехлу неплохой чехольчик вот такой поставляется, бархатный. Качественно прошит и липучка такая у нас сверху. На этом все. Ставьте, пожалуйста, лайк. Вот такой пальчик вверх обязательно нажимайте, без него не уходите. Это моя к вам просьба. И напишите, нажимайте кнопочку подписаться, кто еще не подписан. Для меня это, опять же, большой плюс. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok